Еще хотела пару слов сказать о ситуации в Литве. Думаю, наверное, так как бы все равно актуально и интересно. На данный момент у нас на данный момент 70 случаев заражения. Ну, конечно, если это рассматривать на количество населения, это, конечно, очень мизерная цифра, но каждый день увеличивается число больных. И, допустим, не очень понятна мне та волна такого, как хайпа, который говорят, что ничего тут страшного, что это постановка, все не соблюдает этот режим самоизоляции, как бы там ходят где-то, где-то ничего страшного, там мы переболеем. Дома, значит, посидим там с какой-нибудь температурой, ну, либо полежим в больнице. Вы думаете о том, что есть группа риска, подверженные, допустим, пенсионного возраста люди. Если вы полежите в больнице, у вас пройдет, то вы, может быть, займете чье-то другое место, допустим, того же старика, которому нужна будет помощь, и он может ее не дождаться, потому что это место займете вы. Конечно, может, этот вирус не так страшен для большинства людей, но есть группа риска, которая подвержена, и наша задача уберечь их от этого. Для этого и создаются, создан этот карантин, создаются вот эти вот меры предосторожности, которые не все с охотой соблюдают. Лично у меня нет никакой паники, нету страха. Я просто стараюсь уберечь своих близких, и не только своих. Как бы стараюсь лишний раз тоже там не выходить на улицу, хотя у нас единственное, где все собираются, это магазины, где все встречаются. Да, еще банки, почта и так далее. Конечно, в целом уже от этих новостей подташнивает, и от того, что мусолят, что здесь какие-то заговоры, подставы. Да, все возможно. Это мы не исключаем. Но тем не менее, сделайте все, что от вас зависит, чтобы эта ситуация не вышла из-под контроля. Не надо думать, что ты ничего не изменишь. Как раз в твоих руках предотвратить распространение вируса. В этой ситуации все равно надо как-то сохранять адекватность и верить, что все будет хорошо. Но и не надеяться на то, что я ничего не буду делать, пусть делают все остальные. То есть сконцентрируйтесь на правильности собственных решений. И не только в отношении себя принимайте решения, но и в отношении других близких и просто как бы незнакомых людей, которые, допустим, ваше поведение или там ваши какие-то действия могут повлечь какие-то действительно непоправимые вещи. Конечно, надо как-то сократить все эти контакты, сократить, может, походы в магазины. Не надо создавать какой-то закрытый ковчег, что ты тут один, и у тебя там прям изоляция, и ты ни с кем не будешь общаться, никому не поможешь и так далее. Это же тоже не выход. То есть как бы трезво оценивайте ситуацию, трезво смотрите на происходящее. Я понимаю, что всем сейчас непросто, но не надо быть врагами для окружающих вас людей, будь то соседи, будь то ваши какие-то близкие, либо совсем незнакомые. Если не ты, то кто? Так что следите за новостями, будьте в курсе всего, разумно рассуждайте, не кидайтесь на этот, не создавайте паники. Все проходит, и это тоже пройдет. Как бы заразиться, я не знаю, это, наверное, как-то неизбежно, наверное, какой-то иммунитет, кто-то переболеет, все равно придется как-то контактировать с заболевшими. Но можно же снизить это все до минимума, и не надо кидаться в панику. Я думаю, эта ситуация, наша ситуация именно в Литве, она еще как-то контролируема, и все равно, вот, недавно мы ходили в магазин, ну, сколько здесь, ну, вчера ходили в магазин, продуктов хватает, уже как бы все это такое не рассто... Да, полки, есть какие-то продукты, которых нет, то есть там, опять же, наверное, не успевают завозить, все-таки выгребают, там какие-то каши и все остальное. Но я думаю, эта волна пройдет, люди наберут этот товар, потом он у них будет лежать мертвым грузом. Ну, с другой стороны, может и хорошо, меньше будет людей в магазине, но если посмотреть, допустим, если я захожу после работы что-то быстро купить, количество людей не уменьшается. То есть продавцы даже смеются, что мы все встречаемся в магазине. Место встречи изменить нельзя. Вот это там, где собирается огромное количество людей. Сейчас вот около касс стали ставить защитные стекла, ордстекла, потому что в одних магазинах кассиры работают без перчаток и без масок. В других магазинах работают в масках, в перчатках. То есть как бы мне даже этих женщин жалко, что вот вчера наблюдала, сняла перчатку в кассе. Да, женщина-кассир, и у нее руки уже прям, ну, какое-то раздражение. Ну, да, если целый день работать в этих перчатках, конечно, какие-то все равно, может, другие какие-то бы меры предосторожности были. Вообще не понимаю, почему не открывают эти кассы самообслуживания, хотя фактически в любом магазине у нас есть кассы самообслуживания. Ничего там страшного, если ты постоишь в очереди, да. Просто там тебя будут как-то координировать, направлять в какие-то свободные кассы и помогать тебе, наверное, рассчитываться. Хотя, может, это... Ну, я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok